Всем привет, здрасьте, рады всех видеть. Тема КВН. Круто. Аплодисменты КВНу, что он еще жив. Что он еще жив? 60 лет? 50? Ну сколько-то там юбилей? 60. 60, да, да, 60 лет. Ты играл в КВН? Да. Понравилось тебе? А ты долго играл вообще? Да. Слушай, да я на самом деле, я восхищен этой игрой, как коммерческой моделью. Я это взрослым могу соотнести. Я долго играл в КВН. Я играл в КВН с пятого класса. Это первое. Я играл в КВН с пятого класса и до 2012 года, пока меня не выгнали из команды за агрессию. Но оказывается, нельзя людей принуждать писать шутки пиздюлями. Они не очень пишут потом. Ну вот негативила команда немножечко. И я потом пошел в коммеди-баттл, и жизнь сложилась прекрасно, что вот чемпион высшей лиги КВН за камерой стоит, а мы на сцене сидим. Меня все это в принципе очень устраивает. Потрясающе, да. Я прям восхищен. Ну типа я не знаю, я не понимаю, как это семейство умудрилось так сильно обмануть человечество, что до сих пор все играют в эту игру. Ну много, большое количество вузов, большое количество городов, сборной, которые существуют просто из-за... Вуз выделяет бабки, чтобы вот эти поехали, похерили свою учебу, чтобы поиграть где-то в другом городе, чтобы их потом, ну, оттуда куда-то пустили еще в один город, потом в другую страну, возможно, блядь. Называют это эфирной первой лигой, которую показывают в Белоруссии, блядь, один Лукашенко смотрит и все, блядь, чтобы они потом вернулись опять, вот так вот лет 12, чтобы они попали в Москву, там еще 10 лет их, блядь, нахуй посылали, чтобы в конце поехать в Юрмалу, даже не в самую лучшую заграницу и выиграть птицу, блядь. Это надо уметь наебать человечество, я тебе клянусь, ну типа вот так, чтобы еще и бабки все туда тащили. Ну это круто, я не знаю, КВН затягивает сильно, я ради КВН на многое был готов. Вообще это, я не знаю, как в регионах сейчас дела с КВН обстоят, но мы были плохой командой КВН, в плане... Как называлось? Как люди мы были плохими. Мы назывались командой КВН Дети Кавказа, и я параллельно еще бандитизмом занимался, поэтому... Ну, спонсорство это называется. Да, 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 спонсировал я команду КВН, я и телефоны, которые появились. Далее все творческий вымысел. Ну, короче, мы... У меня был период жизни, когда у нас не было спонсора, и приходилось отжимать телефоны, чтобы наша команда поехала на КВН в Азов. Александр Васильевич Масляков первый подтянул меня к грабежу, блядь. У меня была мечта добраться до высшей лиги, приехать сюда и отжать у него телефон, чтобы... Круг замкнулся вообще в целом. И мы многие... Ну, типа, КВНщики иногда... Ты не играл же в КВН, я вот правильно пойму по этим вопросам? КВНщики могут жить в отвратительнейших обстоятельствах. В отвратительнейших. Вообще просто. Они один доширак на толпу могут жрать. Ночью в буран со смерчем. Нам надо сделать рояль. Гуликов сказал, нужно своими руками сделать рояль, блядь. И мы полночи делаем рояль, блядь, чтобы он был похож на настоящий рояль. Мы его оставляем, потом его заливают водой, он идет по пизде. 12 часов работы куда-то ушло, мы его выносим, номер убирают. Обожаю КВН. Это больно. Вот я, кстати, про это не думал. Я не играл в КВН сам. Вообще, если в зале есть реквизиторы или нас посмотрят реквизиторы, вы золотые люди. Поаплодируйте им, пожалуйста. Это золотые люди. Я потом логически осмысливал. Я думал, в принципе, шмаль долбить было бы интереснее. Да. Я поэтому в КВН и не играл. Нет, КВН я благодарен за то, что это когда-то была единственная дорожка. Ну, то есть на КВНщиков тех лет ты смотрел с благоговением. Есть же культовые личности, типа Галустяна, Ревы, Светлаков до сих пор как-то держатся еще на плаву. Это все благодаря КВН. И я восхищен игрой, которая давала дорожку в жизнь. Просто сейчас время изменилось и попасть на эстраду стало гораздо легче. Поэтому КВН сейчас... Я не знаю, я отдельно всегда хочу аплодировать Денису Косякову, что он как-то досматривает игры до конца. Ну, короче, я люблю КВН, но мне очень больно смотреть на то, что с ним сейчас происходит. Типа, как по мне, это что-то, что уже умерло, и мы просто труп этот таскаем на Первый канал каждый год. Просто Эрнсту приносят покойника. Разделяется мнение потихоньку. Ну, не знаю, я насмотрел... Я причем ходил на Самарский КВН, и почему-то побеждали на... Мне вот это все время смущало. Я любил КВН в детстве, и все эти легендарные и шутки, и команды. Все это вдохновляло, безусловно. Но потом, когда началось время института и всего такого, я ходил на КВН просто посмотреть, и мне очень не нравилось. Это не было смешно. Для меня был фактор всегда важен именно смешного. Это я про Самарский сейчас КВН отдельно говорю. И почему-то всегда выигрывали команды, которые на самом деле на сцену что-то вытаскивали громоздкое. То есть, условно, ребята в натуре распилили шестерку, собрали ее назад на сцене, выкатили ни одной шутки, но они выиграли. И для меня вот это чувство справедливости, что не было смешно, а выиграла просто распиленная шестерка, по сути, меня вот это всегда смущало и напрягало в КВН. Ты еще не попадал в ситуацию, когда ты на сцене, ты команда, которая шутит, а потом выходит команда, которая танцует. Очень красиво. Невероятно. Хоть опадал, блядь. Ты ж пляшешь наверняка, да, очень красиво. На шпагат сесть можешь, да? А я из тех, кто в линейке стоял, репризочки думал, сидел и рояли собирал. А потом она вышла, на шпагат села и такие, о, шпагат, пять. Такой, блядь, рояль. Сука, я сделал рояль. О, шпагат, пять. Рояль, три. Она потому что вы сделала ногами. А, или танцевать, танцевать вы от слова клуб отталкиваетесь. Все, я понял. Поэтому, ну, ты... Я еще немножко, знаешь, чего не понимаю? Вот ты, я первый раз сегодня услышал, просто именно с этой позиции. Видишь, тебя восхищает КВН именно, как схема сама, как бизнес-схема. Ты знаешь, сколько там бабок? Я представляю, пример. Нет. Озвучивай. Нет. Озвучивай. Ты знаешь, что взносы есть? Ты платишь, чтобы выступать. Да, я тебе знаю. И тебя могут вырезать. Все равно, да. Это, я, что... Ты что с таким спокойным еблом сидишь? А я потому что, ну, я потому что денег туда не отдавал. А ну-ка, пойди, дай мне 10 тысяч рублей, за то, что ты на сцене сидишь. Нет же. А там так нельзя. Я никогда не позволяю какому-то деду мной командовать. Поэтому не иду за идейными стариками. Да ладно. Тем более сидевшими. Я поэтому... Да ладно, мы все в России идем за идейным стариком. Что ты рассказываешь? Ну, тут да, конечно. Мы не идем, мы катимся. Да, коммерческая модель великолепна. Все несут бабки им. Все. Ну, типа, все бабки в итоге скатываются. Кто-то там по чуть-чуть отщипывает, но по факту все деньги остаются вот в семействе Масляковых. Ты посмотри, у них же сын, но сын тоже игуанодонт. Он же без образования даже, скорее всего. Александр... Сан Саныч Масляков это игуана, блядь, на мой взгляд. На его месте может кошка стоять, блядь, и будет тот же самый результат с текстом прописанным. Знаешь, сколько историй про Сан Саныча Маслякова? Выгнали одну команду, по-моему, откуда-то из Сибири, из-за того, что они во время премьерки... Короче, он упал, блядь, с тумбы. Упал. Они рассмеялись, он такой, папа, выгони их. Так ты упал! У тебя проблема с вестибуляркой вообще со всей, как можно стоять и упасть? Тумба, блядь, чтоб ты не падал, держись за нее! Понимаю, старику поставили, ноги не держат. Мне кажется, Масляковый раз этой тумбой вот так, блядь, передвигается. Коммерческая модель, прекрасно. По-коммерческой, да. Я вот не понимал, почему некоторые КВНщики, которым вырезают все, они много лет стараются, много работают, и они все равно прям к этой игре, знаешь, у них какое-то иногда маниакальное отношение, что КВН это что-то нечто просто. Вот этого я немножко не понимал. Я понимаю, что она многое дает, типа. Нет. Опыт, что? Уже ничего не дает. Там раньше учили держать микрофон. Мы с тобой сейчас неправильно держим микрофон. Я прям живу с этим. Так я могу и кроссворд отправить в поле чудес, и меня покажут на первом. Какая разница? Просто чуть умнее будет, просто напиши кроссворд. Раньше просто только первый канал давал дорогу. Только первый канал был юмористической передачей. Там был какой-то юмор, возможно. Ну и либо аншлаг. И то, типа там первый аншлаг, они же тоже великолепно крутые были. Просто время идет, КВН устаревает. Он сам по себе устарел из-за того, что старые люди им занимаются. Они молодых редакторов берут. Для них молодой это 50 лет такой. Ну, ты помолодой. Пободрее. Ну, типа. Катаракты нет на правом глазу. Ты уже можешь смотреть за командами, наверное, чуть-чуть получше. Нет освежения, и это очень обидно. А молодые? Ну, вот именно с этой стороны ты можешь объяснить? КВН тебе достался. Смотри, я не могу объяснить, что за эмоции. Вот выступающие меня поймут. Когда ты долгое время выступаешь не смешно, а там, ну, такие периоды у всех есть. Долгое время выступаешь не смешно, а потом ты как команда, как коллективный разум написал смешное приветствие и выступил смешно. И там же всегда, ну, тысячные залы, по большей части, ты не выступаешь в барах, как мы комики. Это мы кровью закаленные, когда три типа и один бухой, блядь, такой, ну, давай, нахуй, давай, лучше хоть сюда пососи моего, блядь. Там такого нет. Ты выступаешь сразу как артист, ты в костюме, ты такую вещь, и это сильно заходит, пронизывает, пронизывает овация тебя настолько, что это круче наркотика. Ты радуешься каждому этому смеху, когда зал сильно очень реагирует, ты такой, я сильно классный, и всем сильно похуй уже через 10 минут. И это стоит пережить. Но затягивая так, эту эмоцию хочется испытывать еще и еще. Это чистая наркомания, братан. Красивый, конечно. Чисто хочешь, бля, по Поволжью загнаться, братишка, нет? По Поволжью. Чисто, не, 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 не хочешь, давай, так, чисто. А Поволжье, это первая лига? Какая лига? Поволжье. Ой, все, блядь. Я не разбираюсь абсолютно, потому что в Ковелине. Ну и все, давай позовем человека, который тему предложил. Давай мы позовем человека, нам тему предлагают в наших аккаунтах, тема шоу, стендапатрики, тоже подписывайтесь, тоже будьте. За каждую тему 5 тысяч рублей. Вот, можно выиграть, можно этому поаплодируют событию. Вообще-то 5 тысяч рублей, это много. Так, что, мы сейчас зовем гостя, который предложил нам эту тему, и так получилось, что это... Да ладно, ничего не получилось. Флэш-Рояль приехали в Москву, блядь, повыигрывали все темы, пиздец им деньги нужны, видимо. Капитан команды КВМ Флэш-Рояль, Игорь Пименов, ваши аплодисменты. Всем здрасте, привет. Привет. С победой. Это банк приколов, как КВН, или... Не-не-не, брат, это твое. Спасибо большое за темы. Игорь Пименов, команда КВМ Флэш-Рояль, ваши аплодисменты. Давайте громче, насыпем, насыпем, насыпем. Спасибо. Так, по Волжье это центральная лига. Так, спасибо. Я можно сразу скажу, я первый раз на шоу, на этом, я внимательно все смотрел, значит, джингл играет в начале. На это шоу приходят люди, у которых психологические проблемы, также тут будут эксперты и звезды. Я вот думаю, ну я смотрю, там стоит Митя, там стоит Денис, я такой, так, сегодня, ну, или два эксперта, эксперты, или две звезды, Леня. Или все с психологическими проблемами, вот это да. Ну, Митя выйдет, мы все поймем. Все станет на свои места. Все, я... Так, у тебя КВН-овская, у вас вообще КВН-овская бытность огроменная. Это реально команда КВН, которая играет, по-моему, блядь, вот он младше меня, но все равно играет до моего рождения, они начали играть. Флэш-Рояль. Это неправда, как мы познакомились с Леней. Азовская лига, одна восьмая, команда КВН-дети Кавказа. Да, это туда я ездил, когда телефоны воровал. На сцене они показывают миниатюру, где кавказцы дерутся, но возможно это бывает и не миниатюра, я не знаю. Очень тонкая грань там была. Вот там мы с ним и познакомились. Ты побежал разнимать или что? Он предъявлял организаторам, почему у нас второе место? Ну а чё, ребайс, какие вопросы нахуй? Вот лига закрыла с тех пор. Ну ничего. В натуре мы же там познакомились, в Азове познакомились. Это уже флэш-рояль в этом составе. Я играл один, пятница, 23-я была команда, я был один, а они были четыре кавказца, вот так мы и познакомились. Красиво. Меня пугает, что Игорь до сих пор думает, что я кавказец. Леонид Леонидович его вообще не смущает, он такой, не, ну хачуха, ну видно же, блядь. Просто светленький. Это типа, типа я тебя уважаю. А, ты только кавказцев уважаешь? Погнали в ксенофобию, братан. Так, Игорян, зачем выбрал эту тему? Ну смотри, ты мне что написал? Типа, пять тысяч за тему, я подумал, пусть КВН впервые принесет мне деньги. Поэтому. Чего, пятера не лишняя. Это сколько лет ты уже играешь, в общем? С 2010-го. Ого. Да, да, да. Спасибо. Да, мне нравится, что девочка не сразу посчитала, а она такая, это четыре или больше? Четыре и восемь. Расскажи, что-то пару историй по-братски. У вас с КВН точно много историй, не обязательно. Типа, моя позиция понятна, касаемо Александра Васильевича и всех остальных. Я, короче, есть другой прикол. Мы все выступаем в стендапе с пацанами, но они меня позвали именно как КВНщика. И я почему-то всегда попадаю в такую ситуацию, когда, типа, все стендап-комики такие, ну, это не комики, хотя мы выступаем в стендапе дохрена. Они такие, это КВНщики. А в КВНе все говорят, это не КВНщики, а они стендап-комики. И вот кто мы? Я до сих пор не понимаю. Психолога позвать? Это как другой... Братишка, ты заплутал? Ты заплутал в этой жизни? Брат, мы тебе направление найдем. Главное, порядочным оставаться. Петушня пусть отвалится. Все остальное. Главное, внутреннее. Держи. Я тебе помог? Че, он не кавказец, что ли? Что это такое? Хорошо, русский, бля, продолжай нахуй. Гоша, давай с тобой пообщаемся. Тут добрее диалоги будут. У меня как раз тут чай с самовара. Чисто русская страна просто. А у меня бутылка с дыркой. Все, вы к этому идете? Я иду к тебе. По наказаниям. Нам также вы в комментариях предлагаете наказание. Это если мы не раскроем тему. В конце передачи мы, наверное, сами уже поймем, раскроем мы тему или нет. Но пока все идет хорошо. Замечательное у нас наказание, на мой взгляд, нам предложила его Ирина. Это наказание станцевать танец команды КВН «Раис». Это именно для тебя наказание. То есть, если мы не раскроем тему, мы, видимо, снимем видео, где ты в платье. Девочка Леня. А ты уже, подожди, стоп. Я знаю движение. Не надо. Надо сказать, у тебя спин, да, болит? Уж какую-то сложность. Да я, если бы там в платье стоял, вы бы не вычислили вообще, что я не играл за эту команду. Так, что, у нас есть эксперт. Этот эксперт поможет нам разобраться в теме. Мы немножко добавляем серьезности в наш разговор, чтобы вы потом в комментариях не жаловились, что мы тему не раскрыли. И сегодня мы решили пригласить замечательного гостя. У нас в гостях эксперт, экстрасенс в третьем поколении. Правая рука тайного правительства. Актер, который играл мужика в пиджаке на похоронах, мужика в пиджаке на свадьбе, мужика в пиджаке в магазине пиджаков. Человек, который лично мылся с Масляковым-старшим, и ему даже понравилось. Будущий главный редактор высшей лиги КВН. Митя Сорокин, ваши аплодисменты! Давайте еще раз. Митя Сорокин, бурные аплодисменты! А я думал, вы уже шутку приготовили, что... А, смотрите, на микрофон сел. Здравствуй, Митя. Ну что ж, итак, привет, друзья! Вперед к эксперти... к экспертизам! Да, наши зрители в аккаунте инстаграма «Тема шоу». Зрители, очень много вопросов задали тебе как эксперту по КВН. Потрясающая новость! Давай начнем с первого вопроса. Давай, Лень. Итак, первый вопрос нам задает человек с ником Ксюн Варун. Возможно, тебе нравится ее ник. Почему так много людей из КВН идут в юмор и стендап, а из стендапа в КВН единицы? Ой, прости. Просто дело в том, что я подумал, что это родственник жены Агутина. А можно... Можно еще раз? У меня были забиты мыслями голова... Да, конечно. Пизду, я слова не скажу. Я повторю вопрос для тебя, Митя, конечно. Спасибо. Да. Почему так много людей из КВН идут в юмор и стендап, а из стендапа в КВН единицы? Мои... Мои прощения... Прости, пожалуйста. Я переворачивал ноутбук. Можно... Конечно. Последний раз. Последний раз. Давай попробуем еще раз, да? Все, не трогай ноутбук. Почему, смотри на меня, так много людей из КВН-а идут в юмор и стендап... Внимание, вопрос. А из стендапа в КВН единицы? 30 секунд. Все, понятно. А ты будешь чем-то щелкать? Чпунь! Классный щелчок, да? Ну что ж, давайте разбираться. Библию мы пока отложим. А что, эксперт же? Ксюн Ворон? Да. Внеси ее в картотеку. А, у меня еще есть техника. Секунду, я их... Нужно, чтобы они... Внести в картотеку. Он меня победил. Я все... Я сдаюсь. Это однажды так Змей Горынич сказал. Ну что ж, возвращаемся. Здесь все внесено. Фиксация. Фиксация! У нас есть следующий вопрос. Подожди, Гоша, то есть ты считаешь, что на этот вопрос достаточно сказать слово фиксация? Хорошо, что мы хотя бы его озвучили. А что, да. Ну что ж, мне кажется, знаешь что, если рассудить, что, например, ты играешь в КВН, ты обязан выйти на сцену и начать говорить, что Александр Васильевич, вы такой нам родной. Вы наш отец. Вот, а в стендапе можно так не говорить, что... Итак, мы продолжаем задавать вопросы нашему замечательному... А кто-то там тебе еще ковер шьет? А это вообще все твои друзья? Да! У него день рождения сегодня. Ой, с днем рождения! Нет? Серьезно? Да? А покажи хотя бы фотку ковра потом. Итак, следующий вопрос. Что же там может быть, да? Может быть лучники? Или просто лес? А может быть олени? А команда как называлась при Кавказье? Большие горы? Я просто не смотрел... Я знаю как называлась команда. Как называлась команда? Дети Кавказа, Митя. Дети Кавказа. Значит, знаешь, что будет на ковре? Что? Дети... Кавказа. Они где все взялись за руки и поют. Но их зафиксировали на одной ноте. С просто открытой рты. А те, кто солируют, у них в это время закрыты. Потому что они старше? Да, потому что они просто постарше. Хорошо. Итак, нам важно твое экспертное мнение. Следующий вопрос тебе задает человек с ником Титалова. Что Титалова? Да, возможно это фамилия. Давай будем думать, что это фамилия. Давай. Слушай, но Титалова это может быть фамилия у трансформера. Или титул. Титалова? Гош, в эту игру он непобедим. Я не пытаюсь выиграть, я пытаюсь не ёбнуться. Титалова. Я сам еле держусь. Титалова. Ввести. Отправить функцию. Тихо, блядь. Итак, вопрос. Не давайте ему новых вопросов. Прошло ли время КВН? Можно ли поменять формат на более свежий и подходящий к нынешним тенденциям? Как ты считаешь? А прошло ли время КВН? С этого может начинаться новый гимн КВН. Прошло ли время КВН? А дальше вопросы. Удивлённые казахи. Для кого? А потом, знаешь, Руслан Белый, голова его вот так крутится. И он, для чего? Ну, это более подходит к нынешним тенденциям. Я думаю, мы готовы... Совместить. Совместить. Ну что ж, продолжаем экспертизу. В этой экспертизе у нас финальный вопрос. Я думаю, мы готовы к финальному вопросу, он, наверное, самый серьёзный. А этот какой был второй? Предфинальный. А можно его ещё раз? Да, конечно. Растасать. Как ты думаешь, можно ли поменять формат на более свежий, подходящий к нынешним тенденциям? Формат игры КВН. Ещё более свежий? Ну, желательно. Вот видишь, молодой, если попробуешь Мефедрон, вот к этому. Возможно, ты и придёшь. Можно финальный вопрос, пожалуйста? Финальный вопрос. Библия... Время, может, пришло? О, давайте. У меня тут закладка на книге пророка Амоса. На книге пророка Амоса. Для тех, кто не понял. Мы продолжаем наш точной эпизод. Уточил эксперт. Финальный вопрос, Митя. Мне кажется, это довольно серьёзный вопрос. Как ты думаешь, что будет, когда не станет Маслякова, старшего? Этот вопрос снова задаёт Ксюн Варун, но я помню, ты её не любишь, и я опустил эту деталь. А не зря мы Библию достали, да? Истина. Давайте от греха подальше. Он же её открыл как ноутбук, ты видел? Он открыл её как ноутбук. Он её и допечатал, я тебе тайну открою прям. Слушай, а вы не обратили, ребята, внимание, что тут все вопросы начинаются как будто новые слова гимна КВН? Когда не станет... Маслякова, для кого, для чего? Да, и Казахи, для кого? А Руслан Белый, голова его, для чего? Это был Митя Сорокин, ваш аплодисмент. Митя Сорокин Итак, я начинаю, вы аплодируете. Актёр, сценарист, продюсер, комик, КВНщик, обзорщик окончил Шукинское училище в 2006 году, победитель первого сезона проекта «Смех без правил». Также карьере поспособствовало участие в программах Comedy Battle и убойный вечер. Родился первого мая! В детстве думал, что порадим в честь него. Творческая биография! Началась с КВН! Команда У.О. Денис Коксиков! О-о-а-а! Привет! Ну здоровались, да? Не будем делать вид, что не здоровались. Привет! Привет, любимые! Вы классные! Вы классные! Вы зайки! А вы! Вы! Твари, конечно! Ну на хрена так делают! Ну вы чего? Ну как можно? Почему? За что? За что вы меня поставили после Митя? Зачем вы вообще кого-то ставите после Митя? Вы знаете, что вы сейчас сделали? Вы сейчас Раис поставили после плюшек. Нахрена так делать? Чтобы зал, ну такие, ну да, косяков не тот, конечно. Вот Митя был хороший, а тут пришли посмотреть на него. Зачем вы меня так подставляете? Ну давайте теперь смешите людей. Я ничего не сделаю. Ебать, а вы вам вообще нужны, блядь? О, чаек. Это как так? Один под мефедроном, другой под спидами. Что у нас? Я процитирую великого классика. Цээээ, прикольно ты начал. Так, громко. Я стоял там, объяснился, думаю, Митя, ну давай, ну хоть раз обосрись под конец, чтобы люди такие, ну да, да, не так уж смешно, хер там, ушел в овации. И меня, привет. Ну давайте, веселитесь. Дэн, тебя очень ждали люди, поаплодируйте. Очень приятно, спасибо большое. Спасибо, я вас очень люблю. Ну это, конечно, блин. Ну давайте, в монтаже просто переставьте и все, чтобы хотя бы в ютюбе зрители получили удовольствие. Не, как по мне, восхитительный вайп. Ты залетел сразу на скоростях после Мити, нужно было... Люди соскучились вообще, ну, по речи. Почему? По речи. Да, по слаженной речи. Там вон у нее кровь из уха пошла, бля, в какой-то момент. Кстати, Щукинский театральный институт. Так. Это принципиально важно. Не училище. Ага, хорошо. Ну мы линчуем барышню, которую распечатывал, конечно. Обязательно накажем. Итак, Денису. Большие аплодисменты за то, что он продолжает делать... Он для... Я благодаря ему до сих пор смотрю КВН. Ну как, я знаю, что там происходит. Я смотрю обзоры, я не смотрю КВН, потому что даже... Да ладно, в зале кто КВН смотрит? Поаплодируйте. Не, я смотрю прям обзоры Дениса, это дико удобно. Я доверяю тебе. Но если я кого-то хвалю, ты же их смотришь в выступлении? Да. На тех же флеш-рояль, но это же стоит сделать. Хорошие же есть команды, хорошие, правда. Не, я к ним ходил на КВН, потому что они билеты мне давали. А должны были продавать. Я же знаю, так в КВНе работает. Билеты нужно продавать. Они же устроили, знаешь, какую систему? Они, короче, заставили команды покупать. Ну да, то есть ты покупаешь билеты и сам продаешь массовки. Да, но никто этого не делает, потому что кому нахуй это надо? Ну что ж, хорошая была тема. Что? Ты по поводу КВН что думаешь? Я его до сих пор люблю. Ничего не могу с собой поделать. У меня есть незакрытый гешталь, что я не наигрался, не поиграл толком по-настоящему. Мне нравится смотреть, но проблема в том, что мне нравится смотреть только начальные этапы. Вот эти новые какие-то команды, которые приходят. Тебе как? Тебе больнее смотреть КВН? Вообще, есть ощущение, что КВН достиг своего дна где-то в году 2016-17, когда, помните, вот эти были шутки про то, что Путин пришел и поднял рубль, а доллар и евро упали на колени. Вот эта вот мразь такая. Я про юмор, я про юмор. К Путину, к масляколам претензий нет! Претензий нет! Никаких! У меня все хорошо! А то они тут наговорили в начале передачи, а потом и я тут. Мне не надо. У меня столько рекламных контрактов слетело из-за того, что я оппозиционер. Мне оно надо? Мне это не надо. Мне семью кормить? У меня ипотека. А если серьезно, то у меня серьезная ипотека. А если серьезно, то у меня серьезная ипотека. О чем я говорил? А, так вот, вот в момент этой мерзкой шутки, когда доллар и евро упали на колени перед рублем... Куда ты снимаешь? Не надо снимать! Не надо ничего на телефоны снимать! Вот в момент этой отвратительной шутки КВН как бы такой присел на дно в этот ил, немножко еще увяз. Потом подумал, ну все, уже хватит. И начал немножко... Суставы уже плохенькие, но он как выкарабкивается. И сейчас он немножко выднырнул, вдохнул свежего воздуха, когда там были как раз плюшки, борцы и все вот это. И сейчас так барахтается, знаешь, по собачьей КВН. Ну где-то в выле, в тени, в водорослях. Все не то, чтобы очень хорошо. Это даже ни море, ни океан. Это такой пруд, где воняет. Но все, барахтается, барахтается. Пытается из последних сил. И может быть, этот КВН взобьет этот пруд в масло, как лягушка. И вылезет из этого кувшина. А ты с Митей пил что-то вместе? Ну у нас же явно разные какие-то средства. Нет, ну... Сказал он медленно, отхлепнув из кружки, в которой ничего нет. Это, конечно, прекрасно. Вообще восхитительно. Тебе... У тебя есть какие-то приколюхи, связанные с КВН? Ты ходил на игры, ты знаешь какие-то инсайды, которые не знает обычный человек, который сейчас в зале сидит? Масляков педофил. Я даже папку отложу. Говоришь, как его сын. Это вопрос, не утверждение. Просто я проходился по всем видосам, которые есть в сети. Типа на ютубе много споров. Там есть масляков-рептилия, масляков-педофил, масляков-мафиози, масляков-или патриарх Кирилл-Япончик. Там куча вариантов вообще. Кем же может быть масляков? И вот ты с ним, ты с барином общался лично? Лично нет. Так, вообще у человека погоняло барин. Да. Истории разные, слухи разные. У меня нет причинам доверять, потому что они были из точечных источников, и нет такого, что все как один говорят, что Киркоров точно. Нет, такого нет про маслякова. Нет такого поголовного согласия в рядах. Поэтому, скорее всего, нет. Кстати, по поводу маслякова-младшего. Так, вот он меня трудил. Я понимаю вашу иронию, то, что вот лучше кошка справится, но в целом, если посмотреть прям по сезонам премьер-лиги и то, что было в начале, когда просто вот эта кошечка с реально китайской лапкой машет и просто кое-как объявляет, и сравнить с последними сезонами премьер-лиги, когда она окончательно умерла, при этом на пике уйдя, она была хорошей, масляков-младший... А это не смешно. Это печально. Масляков-младший сделал колоссальный путь, как ведущий. Он чувствует себя под конец в роли ведущего в своей тарелке. Он даже неплохо шутит. Ну, то есть, есть рост профессиональный у человека однозначно, поэтому недооценивать его я бы тоже не стал. А о чем был вопрос? Какой надо быть... Какой надо быть охреневшей семьей, чтобы ты учился ведению на Первом канале? Это же как надо? Мы учимся по барам, а он такой, так на Первом канале буду обучаться там. Ну, это да. Это да. Там попробую. Ну, папа дал поиграться чуть-чуть с эфирным временем Первого канала, которое очень дорогое. Это, конечно, великое. Это же очень мило, что... Время, в которое выходила премьер-лига, не очень дорогое. Ну, серьезно, там были очень плохие доли. К сожалению. Тренировочка. Премьерка была хорошая, но доли плохие. Это хорошо. Нет. Хорошая же была премьерка. Интересно, а был момент, когда младший подбегал к тумбе и такой, я почти дорос. Ну, он же маленький, милый. Слушай, я кайфую наблюдать за тем, как растет внучка. Ну, она прям выросла. Я помню ту девочку, которая еще... У нее вот эти периоды, когда она с восхищением смотрит на КВНщиков, прям смеется со всем. Потом был период подростковый, когда она такая... Там какие-то проблемы в школе, видимо. А где Долгополов? А сколько ей лет, кстати? Ну, может, сорок. Я вообще не одупляю, что это за семья. Никто не знает, да. Они как семья с багрового пика. Они живут вечно. Калины, понял? Да, 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 да. Александр Васильевич Кадрин. Сейчас где-то на СТС семья собак пытается у них бизнес отжать. Семья собак? У мусульковых дом еще должна рука жить в коробке. С этой табличкой. Да, ее зовут Юлия Гусман. Да, все правильно ты говоришь. Так и живет. Все, тело спит, рука двигается. Ты посмотри на него. Ну, это прикол, конечно. Денис, расскажи у тебя... Шон, ну задавай, давай. Были какие-то конфликты у тебя с участниками или вообще с кем-то прямо из руководства КВН? Ну, на меня обижались Раисы. А, ну это да, это опасность. Не могу сказать, что не задело. Чеи ричками забросают. Реквизитом, кстати, это опасно. Там много очень. А в целом с руководством? Да нет, а какие проблемы? Я же в первую очередь люблю эту игру, несмотря ни на что. А это же главное. Любовь, любовь, это же здорово. Я и по обзорам по твоим кайфую искренне, когда появляются молодые команды, новые, которые типа как-то стреляют. Но насколько мало у них сейчас архива, что они сдуваются после одной игры. Ну, прям расстраиваешься. Вот я смотрел вот эти ребята, которые сантехнику типа ИП Бондарев. Да. Смешная новая команда, их хватило на одну игру. Прикольный концепт с тем, что они магазин сантехники. Нижний Новгород тоже самое. Одна игра, а потом сиськи с жопы, сиськи с жопы. Ну, это в наше в комедиклоп ушли, да? В этом наше гомно, конечно, скатились, блин, вниз. Этот, спрашивай. У тебя нет вопросов. Вообще, назови топ команд, который тебе нравится и который не нравится в КВН. Пятигорск. Старый Пятигорск со Слепаковым, конечно. Да, с любого времени можешь назови. Лучший. Федор Двинятин, Питер, Плюшки и Камызяки, конечно. Они после Федора Двинятина идут? А, нужно было по порядку расставлять, но я так не делал. Да нет, ты же на подсознании, брат. Ты же такой, они у тебя всплывают. Утомленные солнцем не всплывали, Шмидты не всплывали. Или тебя не кайфуют такие? Слушай, они все хороши, но мне же нужно было назвать команды, которые прям оказали на меня влияние. Просто когда был Питер, я вырезал их рэп этот про подстаканники, записал себе на кассету, которую на карандаше перематывали, слушал наизусть. Я младший лейтенант, зовут меня Кирилл, ровно 20 лет. Это вот это все. Это Рамактер, Монтер, Каптер, Кинотер, Натерки, Витину Тернер, Римон Мартр, я мастер скороговорки, мои связки выдают, милицейские сволки. У меня это на подкорке до сих пор. Я это помню. Это навсегда со мной, это часть культурного кода, это не изменить. Мегаполис. Да. Одну игру, один сезон отыграли, но сколько оставили для КВН? Мастера, великие люди были. Они и есть в принципе, чего, почему были. А куда делся этот разноглазый, куда он пропал? Привалов, он что-то пишет, что-то явно пишет. Он прекрасный автор, кстати, а правда, что он сейчас пишет? Семески, ватсап, там всякую такую херню, по большей части людям. Можно поработать. Да, есть работа какая-нибудь, было бы хорошо сняться. Да не, не, но слишком хороший автор, явно он где-то в пределе. Все хорошо должно быть у него. Вот смотри, сейчас объективно, типа, ну мы вступили уже в эту эру, когда КВН стало три. Ну типа, сейчас их будет три. Сейчас открываются два новых проекта, это Суперлига на канале СТС и Игра. Что думаешь по поводу того, что с КВНом будет происходить? Ты знаешь, я думаю, подобные вопросы возникали в истории неоднократно. Когда появился синематограф, все говорили, ну кому теперь театр нужен, да? Когда появилось телевидение, они говорили, а кому теперь радио будет слушать? Когда появился комедий-клаб, все говорили, что КВН умрет. Когда появился стендап, все говорили, что комедий-клаб умрет. Пока все сбылось. Ну да. И я к тому, что все, конечно, немножко теряет свою монополию, уменьшается в размерах, но нишу свою все равно занимает. Радио, казалось бы, зачем, когда есть ютюб, телевизор и прочее. Как это зачем? Монте-Карло? Все равно есть своя аудитория, которая слушает радио, например, по дороге на работу. Просто все, знаешь, как кабельный канал, размывается под своего зрителя. Охота и рыбалка. О! И у тебя есть миллион человек, которым это интересно про парыша послушать. Ты такой вызываешь такси, садишься в такси, а там команда КВН перед тобой играет, понял? А вы потихонечку едете за рулем. Стэм! Просто едете. Стэм со звездой, а звездочка — это вы для нас, конечно же. А ценочку поставите потом там в Яндексе. Это в такси садишься, и водитель говорит «Случай в такси!» и едешь. Ты же был. Ты был на Суперлиге. Я был на техничке игры. Я был на пресс-конференции и первой игре Суперлиги. Пресс-конференция? Пресс-конференция. Они пиздиться собрались с кем-то или что? Ну там предполагалось, что все это будет событие такого спортивного масштаба. Это должен был вести Губерниев в начале пресс-конференции, где они смотрят друг другу в глаза, лоб в лоб. Потом прожаривают друг друга. Такое, значит, спортивное соревнование. Потом Губерниев на игре ведет. Ринг. Выходят люди с группой поддержки. И все это осталось. Только Губерниев ушел. Пресс-конференция превратилась в разминку с залом очень плохого качества. Ведет теперь Слава Макаров. Свокинги. Классический ведущий с прописанными деревянными диалогами с командами. Я люблю Славу Макарова, но прописанные диалоги не очень хорошо. И когда команды выходят... Что происходило? И когда команды выходят с телохранителями в темных очках на сцену, и телохранители уходят, там группа поддержки, и все орут. И все это почему-то так стыдно. И у меня нет объяснения почему. В игре почему-то не так. В игре все просто. Вышли, шутят, и там ты был. Ты понимаешь, насколько это смешно. Казалось бы, все то же самое. Почему-то нет. Но! Нельзя не упомянуть то, что те люди, которые были на второй игре Суперлиги, говорят, что это небо и земля, и вторая игра Суперлиги намного сильнее, чем первая. Как и пресс-конференция. То есть там, где были борцы и русская дорога, было намного веселее, чем там, где была вятка Азия Микс, прости, и актеры. Короче. Дэн, у тебя самая восхитительная биполярка из всех, что я видел. Она невероятно добрая, прекрасная, и тебя перещёлкивает из позитива в позитив. Я такого вообще не видел. Да, кстати, но! Суперлига, борцы, игра. А что, люди-то где? А если серьёзно? Помнишь эту миниатюру у Галыгина и Харламова, когда они? Оно, а где-то когда-то? Дети! Вот это Денис, блядь, у него в голове генератор. А я говорил, пройдёт время, и я оказался прав, время прошло. Классика! Восхитительные гости. Восхитительные. Так, подождите, в Суперлиге охранники выводят команды? Я правильно услышал уже? Ну там, у Вятки охранники, у Азии Микс шаманы с бубнами. Сопровождение. Да, там что-то такое. Это стало лучше, чем КВН. Это абсолютно тот же КВН, но это хорошо снято, наконец-то. Это хороший свет, всё это быстро. КВН же снимают, но вот эти до сих пор. Ну как бы да. Я надеюсь, что в Суперлиге не будет такое, что шутка в каком-то предмете, который должен неожиданно появиться, а камеры его показывают заранее, пока эту шутку говорят. Вот это ублюдство, которое я никогда не понимал, почему на монтаже это нельзя исправить. Да как так-то? Вот, там всего этого нет. И главное, юмор начинается довольно быстро. Не представляют жюри 20 минут. Не объясняют правила конкурса 20 минут. Вот это всё. Разминка прикольнее стала в Суперлиге. Там задают вопрос и на раздумья, и на ответы ровно 30 секунд тикает время. Ты можешь не успеть ответить, тебе нужно выбегать и быстро-быстро накидывать. Это добавляет какой-то живость, это добавляет драйва. Это стало веселее. То есть это, по сути, тот КВН, каким он должен быть. Кайф. Но это СТС, это семейный формат, и вполне вероятно, как это часто бывает на СТС, у этого просто не будет никакого зрителя. Такое может случиться. Если сейчас сделать Колесо Фортуны где-нибудь на РЕН-ТВ, у этого не будут стабильные рейтинги, как у Поля Чудес, 15 лет. Это никому не нужно будет. Зато на РЕН-ТВ очень зайдешь в то, где, когда. Нет такого, там все в тайнах. Какие Колесо Фортуны, вы че? Колесо Фортуны, это американский формат. Не хочу объяснений. Хорошо, ладно. Не хочу это знать. Я не был на Суперлиге, я почему задаюсь с вопросом, касаемо будущего КВН, я был на игре, на ТНТшной. И это восхитительно. Это восхитительно смешной КВН. Когда все сидели в зале и смотрели такие, так вот какой КВН должен быть. Вот такой, смешной, без лишнего, без ничего. Причем там переживания были касаемо того, что сделать на ТНТ жестко, но типа пожестче. Так и скабрезности толком не было. Слово скабрезности нихуя себе. Да но. За скабрезность. Граф Кулаков, ебей его рот, блядь, здрасте. На местности. Ебей его рот, это титул? Да. У меня на гербе написано. Нарисол. Бурерожденное. Бурерожденное. Игра, это восхитительно. Восхитительно смешной проект. Но, к слову сказать, там собраны лучшие юмористы последних 10 лет. КВН до сих пор для меня находится в статусе экспериментаторов, которые могут с отчинского фестиваля взять кого-то на телек. Ну типа, и вот те же ИП Бондарев, это же было видно, что это не сильно удрученные опытом КВНщики. Это там большая часть деревянные прям ребята какие-то, которые до этого никогда... ИП Бондарев, там Белка играет, еще Прибрежневе начала. Я же тебе не говорю про всех. Я же тебе не говорю про всех. Там все взрослые мужики прям. Так дело во взрослых мужиках и дело в опыте в телевизионном. Ты же сам понимаешь, насколько. И сейчас вот пацаны, которые играют в игре, там все с опытом телевизионным. Там прям мастодонты уже, которые под камерами не плывут, не текут. А КВН до сих пор дает дорогу молодым. Вот мне интересно, если игра пойдет по этому пути, как у нее сложится. Типа, открывать новые таланты. Будут ли они это делать? Может быть, высшая лига станет премьер-лигой? Откуда будут набирать таланты в игру? Ну и что-то останется и для суперлиги, конечно. Да, вот у меня вопрос тоже. Я не был на суперлиге, а это конкурентно способный проект по сравнению с игрой? Честно. Да в принципе, это можно смотреть. Это неплохо. В принципе, я так про свои хоум-видео говорю. Это классно все выглядит. Нет, 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 так не говорю. Там, где я был, там после каждой шутки шли аплодисменты. Не было смеха, к сожалению. А, это вранье заряженное, да. Но на второй-то игре был смех. Там же было, говорят, смешно. А тебя не было. Меня не было. Может, дело... Во мне? Я токсичный. Не, брат, ты какой залетел на энергии такой. Опа, что там? Где там? Куда там? Опа, 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 опа. Как думаете, будет какая-нибудь коллаба, когда проекты будут между собой биться? Слушай, я бы хотел... КВН против игры, условно. Я бы хотел такого... И против Суперлиги. Это было бы фантастическое что-то. Типа три сборных. Знаете, когда такое должны были сделать? Знаешь где? На нейтральной площадке, на ТВЦ. На звезде уж тогда. Чтобы они охуели от рейтингов один раз в жизни. Чтобы на телеканале звезда такие... Нет, такую войну мы еще не видели. Вы знаете, что такой проект должен был быть. Изначально, когда вот убойная лига только закончилась, люди совершенно не те, которые... Начали добывать железо. Которые сейчас занимаются комеди-баттлом до того, до прихода Славы Дусмухаметова, до великого прихода, да. Был приход? Уже давно нет. Так вот, совершенно другие люди занимались комеди-баттлом. И изначально это планировалось как спортивное соревнование, где была бы команда из комеди-клаб, команда из убойной лиги, команда из КВН какая-то сборная, команда даже из аншлага, команда из комеди-вумен. Вот такое планировалось сборщик. Это должно было называться не комеди-баттл, а мясо. Пчела бы вас разъебала, правда. Во-первых, он бы не упал. Он же пчела. Там не было никаких опусканий рычагов. Там был ринг. Там же изначально был ринг. Так а был же комеди-баттл турнир. Да, 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 да. Там была команда комеди-клаб, комеди-вумен и три команды из убойки. Ну вот так получилось почему-то. А идея-то была неплохая. Реально со всех каналов собрать умористические коллективы, наверняка и пельмени бы там были, которые бы сражались. Но, наверное, это было бы странное месиво в итоге. В итоге оно и не сложилось. И комеди-баттл стал как раз площадкой для открытия новых кадров для Label.com. И это прекрасно. В итоге это превратилось в золото. Пришел Слава, дотронулся и как царь Медас, да. Ну вот так. Но изначально планировалось... До нас бы кто-нибудь дотронулся. Покажите на кукле, где до вас дотронулись, да. Нет, мне интересно посмотреть на все это через год. Ну типа в этом году... Во-первых, я всем настоящее советую. Я реально был на съемках. Вот Дэн был на съемках Суперлиги, я был на съемках игры. Это круто. Посмотрите, когда это выйдет в эфир. Это невероятно крутые проекты. Посмотрите точно. И игру, и Суперлигу. Это интересно. И посмотреть, что будет с этим. Вот сколько команд приедет в Сочинский фестиваль, это будет показатель того, как это ударило по лиге. Вообще в целом по этой индустрии. Это любопытно. Следующий год будет крайне интересный. Ну уже среда конкурентная получается. Ну то есть юмор, он видишь, несмотря ни на ковид, ни на что вообще не останавливается и наоборот будет продолжать. Тем более там в игре же нету на вылет никого, правильно? Нет, там просто в круговую и типа в финале выбирают тех, кто набрал наибольшее количество баллов. И они остаются играть дальше. Не все. Просто отбирают там четыре, по-моему, или пять команд, которые... Четыре, спасибо. И в чем, конечно, еще прелесть? То есть у человека, который попал в Суперлигу, в отличие от КВНа... У него будет стабильно, сколько там, минимум восемь эфиров. То есть ты уже попал на федеральный канал с хорошими рейтингами и тебя уже начнут узнавать. А не как в КВНе. Ты приехал, хрен знает откуда, нашел где-то спонсоров, вложил все деньги, спал в говне, ел доширак с говном. И тебя показали один раз, и ты отправляешься домой объяснять, почему не отработали бюджеты от спонсоров. Вот это все. Более того, все за свой счет. А тут тебя привезли за их счет, поселили за их счет, накормили за их счет, постригли для кого-то. Это тоже важно. Это он, глядя на тебя, сказал. Там так ритмико просто замкнул с нами. Ну в Суперлиге, наконец-то, то же самое. То есть там звонят и говорят, хотите, мы все оплатим. Это уже большой шаг вперед. Потому что странно, конечно, брать с людей деньги за то, что они делают себе продукт. Да, конкуренция 100% порождает качество, улучшение качества. Давайте поаплодируем просто тому, что появляются конкурентные продукты. Умор же. Так, давай какой-то вывод, что там нужно резюмировать, касаемо по КВНу. Начнем с тебя и в круговую. Денис Косяков, потрясающий человек, поаплодируйте. А что, что нам надо делать с КВНом? Да, что ты скажешь про современный КВН, что ты пожелаешь КВНу, какие прогнозы у тебя на КВН в будущем? Да я думаю, что у него все будет более или менее хорошо. Главное просто чуть-чуть подобрее относиться к командам, не брать с них денег за то, чтобы они играли. Потому что люди, когда видят, что вот здесь я могу не собирать команду, не искать спонсоров, как просто пойти с микрофоном на сцене, и у меня будут просмотры в Ютьюбе, и меня куда-то заберут, и я буду хорошо себя чувствовать. Так зачем ему собирать команду и что-то делать? Потому что чаще всего, насколько я вижу, один-два человека тащат на себе всех остальных, собирают их вокруг себя. Чем, кстати, еще хорош КВН? Это еще и, правда, это вливание в социум. Чаще всего, не чаще всего, но часто люди находятся в этом всем, даже не потому, что они хорошо шутят или пишут шутки. Много же левых людей, которые этим не умеют заниматься, но им нравится общаться с людьми, им нравится получать какой-то фидбэк. Мы до сих пор встречаемся со своими бывшими одноклассниками. И главное, о чем мы всегда говорим из раза в раз, это как мы играли в КВН. Грохочет зал, хотя гороха он не ел. Ты куда еще финальная песня? Простите, все, все, все. Да, да, да. Я к тому, что КВН... А что происходит? А, кто-то ушел. Ой, такая песня у нас тоже была. У нас была такая. Ты погляди на тех, кто выходит из зала за куртками. Тебе вообще похуй. Денчик, артист-профессионал. Ну ушел, ну ушел. Ну что, может он писать хочет. Просто такой. Я в стакане. Я договорю. Будет идти война. Денис не закончит свой спич. Ну, а это круто. Денис Косяков, ваш аплодисмент. А, нужно было сделать вывод. Короче, нужно просто не требовать от людей денег, дать им чуть более комфортные условия, и они продолжат собираться в команды, потому что команда — это сплоченный коллектив. В этом особенный есть кайф. И те, кто играл в КВН, уверены, меня поймут и поддержат. И он будет существовать наравне так же, как он сейчас существует с Comedy Battle, с Super League, с League, с игрой в смысле. Потому что ресурсов много. League и игр на всех не хватит. Где-то нужно все равно играть. И в стендапе будут люди, и в КВНе будут люди. Везде все будет хорошо. Просто чуть будет размываться аудитория. Но в целом это все благотворно влияет на контент, на продукт, на юмор. Короче, всем добра! Все будет здорово! Все молодцы! Всем пять баллов! А ведь вас этому никто не учил! Блин, я кайфую. Это хорошо, когда энергичные люди. У меня финальный вопрос к тебе. Что должно случиться, чтобы ты перестал обозревать КВН? Ну вот, если все игры будут такими, как Кубок чемпионов, это особенный, самый плохой вид КВНа, когда он неплохой, он не отвратительный. Выпускники, наверное, да? Ну вот, да, выпускники, выпускники. Когда он и не смешной, прям истерика, смех, и не чудовищный, когда цирк Раисы, чтобы «Ааааа», поорать, когда ты от этого, наоборот, заряжаешься, от этой мерзости. А когда он просто вот, вот, вот... Что, что? Лучше плохой, чем никакой, ты имеешь в виду. Да, конечно, а что я что-то сказал? Восхитительное слово «мерзость». А, в этом плане. Немножко Соловьева вылетело из Дениса сейчас только. Звенящая мерзость, сука! Короче, лучше очень плохо или очень хорошо... Ну, понятно, что очень хорошо — это хорошо, но лучше совсем плохо, чем средний, Когда вот этот средний бульон, который без всего, ну, нет эмоций, ты просто засыпаешь во время этого. Вот если весь КВН будет таким, я, наверное, не смогу больше его смотреть. Но я надеюсь, так не будет. И все будет хорошо. Или очень плохо. Слишком маниакально. Или очень плохо. Мне нравится вот это в Денисе, что он такой, вроде бы, позитивный, но реалистичный очень сильно такой. Либо будет говно прям полное, ну, в принципе, да. Жизнь, обычная жизнь. Ты что думаешь? Ты вот послушал нас всех, ты с КВНом не был связан. Слушай, да, особенно, ну, я прям много не жалею, что я с ним не был связан. Меня, наоборот, радует, что я, как зритель, ну, я продолжаю смотреть, вот, обзоры смотрю. Меня радует, что игра появляется. Меня радует, что вообще какая-то конкуренция в юморе. Это же альтернатива для всех комиков, которые так или иначе занимаются. Сначала в КВН идут, потом могут в стендап уйти. Это все очень много теперь. Или вернуться обратно. Да, теперь очень много дорог. И как будто и КВН будет сейчас адаптироваться потихоньку под новые правила вот эти. Я рад просто за комиков, что ребятам, у них теперь есть возможности шутить. КВН, да, хорошая игра. Феномен есть ли в этом? Есть феномен КВН, он присутствует в любом случае. Жалею, что в него не играл? Нет, не жалею. Смотреть буду дальше. Все, такой вывод. Так, а что, я желаю КВН искренней удачи. Я очень хочу, чтобы вы провели ребрейдинг внутри себя и возродились как Феникс, чтобы это стало игрой, в которой я восхищался с детства. Я, короче, редактором, мы работали редакторами проекта «Взрослые люди», стендап на канале 360. И мы познакомились, туда пришли со стендапом люди, на которых я по телевизору смотрел, когда был ребенком. Пришел Петр Винц из «Дети лейтенанта Шмидта» со стендапом и Шабан Муслимов, человек, который вообще воспитал поколение КВНщиков невероятное. И мы попали в ситуацию, когда мы учим юмору людей, которые научили юмору нас. Это у меня такой был разрыв шаблона, когда Шабан Муслимов сидит перед выходом своим на сцену, у нас там поплыл какой-то комик, а я его поддерживаю в свойстве себе легкой матерной манеры. И Шабан наклоняется в конце, комик зарядился, все, он довыступал, Шабану выходить, он наклоняется такой, говорит, Вот, Леонид, вы так филигранно говорите слово «хуй», что это не может не вызывать восхищения. Я на сцену, я такой, меня за хуй похвалили, ба-ля! Но не женщина, прикинь, как обидно! Я только продружился с тобой, брат, только друзьями стали настоящими, думал, поедем, хы-чны, поедим, блядь. Я знаешь сейчас о чем подумал? Я просто ты напомнил мне «Дети лейтенанты Шмидта», и я сейчас не на самой лучшей ноте закончу, наверно, чтобы ты понимал, насколько КВН повлиял на мое сознание. У детей Александра Шмидта была такая шутка. Враги сожгли родную хату. А кто его враги? Да кто его враги? Водка и сигареты. Такая у них была шутка. И однажды, много лет назад, у меня в четыре ночи раздается звонок, и мне по телефону говорят родственники, что у меня отец напился и уснул с сигаретой, и, собственно, сгорел в доме. И у меня первая мысль, как в шутке у детей лейтенанта Шмидта. Прикинь, блядь. Да. Обычные люди. Ну что ж, всем спасибо. То есть ты человек КВНа. Сейчас должен Митя со своей Библией появиться. Это есть мысли. Это чего-то. Да ладно, мы очень круто пообщались, на мой взгляд. Поаплодируйте еще раз Денису Косякову. Так, от вас финальная задача. Пишите в комментариях, раскрыли мы тему или нет. Напишите лайков Денису Косякову, потрясающий человек. Если вы будете начинать свой комментарий с фразы «Любимые», мы разыграем между вами какой-то денежный приз. Подписывайтесь на канал Дениса Косякова, найдите Митю Сорокина где-то в лечебнице в Москве. И что тогда будет? Это было шоу «Тема». Гоша Белобородова, Лёна Косякова, Денис Косякова, всем спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok